Добрый вечер, мы продолжаем после перерыва нашу серию уроков по книге Равкука урод от шва у нас сейчас 14 глава и мы у нас 11 абзац и после если мы успеем 11 абзаца мы перепрыгнем на 14 говорит Равчатки потому что микрофон у меня на самом деле потому что 12 13 мне еще не очень самому понятно перевода у нас нет переводили будем как всегда по ходу ну и иврит и потом перевод мераянות כאלה של гдошה ושל תשובה שהם מביאים לידי עצבות צריכים להתרחק לפעמים как иисус из семеха הקшора в ромок הקודш он гадол כל כך он гадол מכל תוכן של гдошה ושל תשובה אחרת он гадол кэн он гадол кэн я хочу сказать что это маленький но очень-очень важный отрывок ой я прошу прощения я не сделал шею сейчас мы это исправим вот он наш текст вот шею значит это небольшой но очень-очень важный отрывок давайте переведем потом я скажу что я хочу сказать по поводу этого от идей святости и чуи которые приносят человеку грусть даже скорее не грусть а а диковон как это будет апатию сейчас диковон прошу прощения депрессию да депрессию отсюда видимо что-то близкое больше не просто грусть это вот сильная грусть депрессия даже да которая вот приводит к сильной грусти грусти депрессии надо от них отдалиться иногда потому что основа радости которая связана с глубиной святости она больше всего наполнения святости и чуи и любой другой святости и любой другой чув поэтому когда приходит человеку мысли о страхе перед богом и мысли о чуре как ну во-первых ну вот через такую сложную дорогу грусти и депрессии то нужно отвернуть от них свое сознание свои мысли до того момента пока не человек не соберется с мыслями обратно и сможет принять на себя все наполнение святости и страха перед небом путем радости и ликования которое соответствует для прямых сердцем и служащим богу по-настоящему я не знаю как кому мне это конечно немножко звучит революционно то есть что рам говорит если тебя какая-то святость или даже чува приводит в нехорошее расположение духа в отчаяние это оказывается источником депрессии сильной грусти отчаяния нам не нужна такая чува нам не нужна такая святость это очень сильное выражение и мы в общем так ему не готовы мы думаем по-другому не важно главное что я схватил кусочек еще святости а то что там я по дороге с грустью ничего плохого здесь я сделаю некоторое отступление я вспомню шерки который говорит что иудаизм это в принципе аутентичные как бы аутентичные как бы его свойства это стран и серьезность по отношению к святости это не про нас и это не у нас и когда это у нас есть это мы приняли это обратно из христианства христианство оно относится к святости так вот серьезно может быть иногда даже немножко грустно но это да сотри свою дурацкую улыбь откуда это получило христианство конечно из иудаизма потому что оно питалось тем что иудаизм ожидать когда иудаизм был в очень плохом состоянии мы были в общем-то раздроблены размощены это было во время разрушения храма и духовные материалы конечно в таком состоянии евреи конечно было и грустно и плохо и серьезно как это не до радости и это христианство впитало и обратно из него это тоже впитал иудаизм и так на сегодня мы тоже можем считать что святость связана с серьезностью или с грустью с какой-то а на самом деле святость всегда связана с радостью настолько что если бы раб этого не написал я бы конечно этого не сказал раб говорит насколько я понимаю еще раз мы сейчас прочитаем насколько я понимаю что уже сказано чувак который приходит меня к депрессии не нужна мне такая чувак которая приводит меня к апатии грусти какой-то серьезных это не противоречит разбитому сердцу но раз здесь говорит что не надо это не то это неправильно и это для меня по крайней мере это революционно церковь Потом мы немножко обсудим. И еще раз подчеркнуть, это очень важный отрывок, как мы вообще относимся к чури. Это сложная вещь. Это вещь, по которой человек считает и иногда может сказать, что недостаточно для нее сил и так далее. Но знай, святость и, соответственно, как ее часть, это привязано, связано с радостью, а не с грустью. И если это проходит в тебя через грусть, что-то здесь плохо, что-то здесь неправильно. Давайте еще раз прочитаем. Как-то удалиться. И с продолжением мы видим, что иногда это просто Рау немножко осторожничает. Потому что дальше он скажет. Поэтому, когда такое приходит, нужно отвернуться от этих мыслей. Соответственно, я понимаю, что слово «иногда» оно... Для понимания его нужно выбросить. Вот так вот скажем. Давайте я скажу это грубо. Для правильного понимания слово «иногда» нужно выбросить. То есть Рау пишет просто для красивого слова. Опять-таки, это мое личное понимание. Если вы скажете, что я не прав, я не буду спорить. Но на основании вот этого самого текста, что мы видим дальше, мне кажется, что слово «иногда» не имеет в виду то, что оно самоузначено. Потому что основа радости, которая связана с глубиной святости, она настолько больше, чем любое наполнение святости или любой другой чувства. И поэтому, когда приходят ему мысли о страхе перед небом, мысли о страхе перед Богом, трепете перед Богом, давайте перевернем это там, Идшу вы по пути грусти и депрессии, то отверни от них, пожалуйста, свои мысли до тех пор, пока ты не приведешь в порядок себя, свои мысли, свой настроение. И тогда прими на себя все наполнение святости и трепета перед Богом, трепета перед небом по пути радости и ликования, ликования и радости, которые соответствуют прямым сердцем и служащим Богу действительно. Не знаю. Потрясающий маленький отрывок. Ну а теперь хочу послушать, как вы считаете, что вы можете сказать, какое на вас так произвело впечатление. Потому что меня это, конечно, немножко выводит из равновесия. Кто-то хочет что-то сказать? Да. Если нет, то плохо. Но тогда мы, к сожалению, перейдем или к радости. Соответственно, в следующий мой ответ. Я хочу сказать, что вот все вот эти факторы и уныние, и самоуничижение, ну то есть я плохой, там у меня не получается, там или еще что-то, вот из этой серии. Это все, опять же, вот как было сказано, это все христианство, это все идолопоклонство. Почему Раф так много раз к этому обращается, на мой взгляд, чтобы не было пустого служения и страха именно, чтобы оно было наполнено духовно. Потому что все вот это, это легко может перейти в идолопоклонство. Все вот эти вот вещи. И чтобы этого не было, естественно, нужно с радостью все делать и не заниматься никаким ни самоуничижением, ни унынием, не бояться Бога, а все это как бы с открытым чистым сердцем делать. Ну и как ранее в прошлом уроке было сказано, опять же, не надо бояться, а ты попробуй. Я думаю так. Спасибо большое, Виктория. Я здесь могу только добавить, что Раф очень переживает по поводу того, что мы мало учим то, что называется мусар, мало занимаемся изучением веры. Мы учим законы, мы учим Талмуд, мы учим какие-то там умные книжки, а к основу мы не возвращаемся. И тогда как бы наше знание основа, оно стоит не на знании в каком-то глубоком изучении, а на то, что Рабинович напел. И вот поэтому, к сожалению, и Раф по этому поводу тоже плачет много и жалуется. И я тоже вижу, иногда мы можем встречать, что вот как бы неверное мнение, что да, иудаизм это серьезно. Иудаизм это иногда даже грустно немножко. И вот это вот тоже русское такое, да, скатрит свою дурную улыбку с лица. И нам вот как это Раф, вот это Бараба, выжимает по капле и прокапывает, что, ребята, со всеми трудностями и со всеми, что у нас есть, тем не менее, иудаизм это радость. И в том числе сложные его вещи, как чувак, это тоже радость. Если нет, то нужно, так сказать, понять, в чем дело и вернуться и сделать это в радость. Большое спасибо, Виктория, за замечание, за дополнение, скажем так. Если кто-то хочет еще сказать, я буду рад. А если нет, то мы приступим дальше. Хорошо. Значит, дальше. Тут есть, вот в нашей книге отрывок 13-й со звездочкой. Узгимал Кухови, 13-й со звездочкой. У меня в книге его нет. И мы его выучим, потому что он, мне кажется, тоже хороший, простой и тоже немножко, или много нового, там есть и интересного. И потом, если у нас останется время, я думаю, да, мы перейдем к 14-му отрывок, я обещал. Да, значит, 12-й, 13-й мы пропустили. Надеюсь, к этому вернемся в следующий раз. Итак. Лепעמים, מתאמצים לתקן המעשים, והם מגיעים. Восибת הדבר, הוא שהחיסרון монוח באיזה חולשה гופנית. Обה חיסרון ידיעה, והתרגלות בענייני העולם והחיים. ואז הם, הם гופי טוב. иногда мы стараемся исправить наши дела, и ничего у нас не получается. И причина этого, то есть, мне кажется, иногда относится не к началу, а к концу. Да, причина этого. Иногда причина того, что у нас не получается, и причина того, что у нас не получается, он в недостатке, который находится в какой-то телесной слабости. Или в недостатке познания и и привычности в земных вещах. И тогда они это часть того. Я постараюсь перевести это на понятный русский. право говорит, иногда мы пытаемся исправить какие-то наши недостатки, реальные. Какие-то наши дела, которые мы делаем нехорошо, мы понимаем, что это нехорошо, пытаемся это исправить. У нас ничего не получается. Право говорит, это может быть просто из-за того, что ты занимаешь слишком много духовным и подзабросил материальное. А материальное у нас иногда тоже может быть часть духовного. у тебя может быть у тебя не получается, потому что ты больной или полубольной, не следишь за здоровье, поэтому у тебя нет сил чтобы такое сделать. Или просто слабое тело, которое неплохо было бы подкачать, если не подкачать, то хотя бы начать ходить или бегать и так далее. Немножко спортом заниматься. Иногда может быть, что не знаю, у тебя есть проблемы со вниманием, а вместо того, чтобы думать и себя мучить, встань, выйди со стола, побегай, 10 минут, повернись и все будет. Я просто так придумал, не знаю, имеет ли это прямое отношение. Но иногда Раб говорит, что иногда потому что у нас не получается исправить наши действия, а причина в том, что по-простому слабое тело, которое было бы неплохо усилить, усилить, или, или, нам не хватает каких-то познаний в знании мира, то есть, опять-таки, не торы, не святости, понимания, и, как это, не только понимание, а быть, как вот Рабжи сказал, и троглубь, быть, обычности в этом мире. Мы слишком отделены от мира, от реального, от материального мира. Занимаемся духовностью, важными вещами. А он говорит, иногда вот именно то, что мы отделены, то, что у нас там получилось слишком слабое тело, еврей-очкарик такой вот, это самое, приехав в Израиль, я тут увидел, что бывают евреи 7 на 8, такой дядя большой, а не очкарик со скрипкой. Иногда то, что у тебя вот именно слабое тело, или у тебя не хватает каких-то знаний в науке, в мире, как тут работают какие-то вещи, это тебя может тормозить в том, что у тебя чего не получается делать это положение. И тогда это познание мира, это усиление тела, это занятие Торой. Гэм-гэм гуфей-торой. Это Тора немножко революционно, на мой взгляд, но это то, что Рав пишет. Давайте теперь это прочитаем еще раз, тоже сразу с моим переводом, но иногда мы стараемся исправить дела, и у нас ничего не выходит. И причина этого в том, что недостаток он находится в какой-то слабости телесной или в недостатке знания и привычки в мирских делах, в делах мира и жизни. И тогда они именно это самото. Пожалуйста. Если кто-то хочет что-то сказать, мне кажется, тоже так вот. Ну, не знаю. Опять-таки, вот мы сейчас учим другую книгу на уроке, которую я провожу на еврейте. Там Рав очень сильно тоже утверждает, что вот мы привыкли разделять духовное, материальное, мирское, божественное, телесное и там, не знаю, там природу и чудеса и так далее. А в конце концов, как бы, с точки зрения иудаизма это все разные части одной системы божественной. Добро и зло, да, они неравны, но это все творение Бога, это все нам нужно и на это нужно смотреть как на разные части единого божественного творения. И вот здесь кажется, вот тоже, да, ты думаешь, окей, вот я буду заниматься духовными вещами, а материальные я немножко подзаброшу, все будет хорошо. Он говорит, и не будет, потому что все работает, должно работать в гармонии вместе и наш взгляд на мир, он должен быть тоже объединяющим. Как это сейчас, о листе, да, вот так, значит, кто-то еще хочет что-то сказать, я буду рад послушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня слышно, да? Да. В контексте вашего пояснения и примера, который вы привели, все выглядит довольно логично, но мне пришла такая мысль о том, что вы знаете, это похоже несколько на современные тенденции, когда проблемы человека связывают с какими-то врожденными его свойствами. Например, человек не виноват в том, что он такой, он такой от рождения и он ничего с этим не может сделать, например. То есть получается, что в таком смысле получается, что человек не может себя исправить по причине того, что поломка произошла не по его вине, а то, что таков он уродился. пример это тенденции, когда меняется не сам человек, а меняется среда его обитания. Например, самое яркое это люди с нетрадиционной ориентацией, которые сейчас находят оправдание в обществе, сейчас же находят оправдание такие гнусные вещи, как детское развращение, развращение с животными, все подобное то, что под запретом, это сейчас оправдывается по причине того, что это свойство этого человека, такие его предпочтения от рождения скажем. Вот какие-то такие мысли навел этот урывок, который вы прочитали. Каким образом, как это связано, я не могу до конца понять. Ну, я услышал в вашем переводе о том, что если у тебя что-то не получается в исправлении, в этом может быть виновата как бы твоя неспособность на это повлиять в физическом плане, или может быть ты чего не знаешь. Окей. Я надеюсь, что я понял, что вы сказали. Тогда я был понят неправильно, я постараюсь исправиться. В этом отрывке сказана такая вещь. Иногда продвижение в духовном тебе может мешать материальное. И тогда, чтобы продвинуться в духовном, тебе нужно заниматься исправлением материальным. Исправление материального это и есть для тебя сейчас духовное. Это то, что сказано в этом отрывке. То есть, если слабое тело, это причина, того, что у меня не получается исправить какие-то свои дела, то вывод из этого отрывка, что нужно оставить исправление дел и заняться усилением тела, чтобы оно было менее больным, более здоровым, более активным. Не знаю, если неправильно питаться, желание постоянно лежать на диване, будет сложно ходить и что-то там делать. Если начать более правильно питаться, то у тебя появится много энергии. Простите, что прерываю, но дела это же на материальном уровне действия, а не на духовном. Дела, да, конечно. Дела. Да, дела неразрывно как раз таки связаны с физическим действием. Да, но исправление моих материальных, моих физических действий, это уже духовное действие, потому что я решил, что эти действия неправильные, они нехорошие, я хочу исправить. И Рамы говорили, ничего не получилось, я бы пытался исправить. Это духовное действие, пытаться исправить свои, не знаю, недостатки, нехорошее действие. Согласно Торе, исправление своих прегрешений это тоже физическое действие. невозможно там кому-то ну не знаю, своровать и потом покаяться. Ты своровал, тебе нужно вернуть, а потом... Я понял, значит, отлично, спасибо большое. Значит, это еще одна точка, где я, насколько я понял, не смог правильно выразить мысль. Мне кажется, идея здесь такая, не знаю, когда я устал, я начинаю кричать, даже когда не устал, я срываюсь на людей. Начинаю на них орать. И сейчас начинаю над собой теперь. Это материальное действие. Теперь начинаю над собой работать, чтобы прекратить срываться на людей и меньше на них орать, меньше грубить. это духовное действие. Связанное с материальным. Рам говорит иногда то, что у тебя не получилось исправить вот это вот материальное, это не то, что вы говорите, что вот он своровал, теперь должен вернуть. Понятно, что он должен вернуть. А что такое значит? Тогда поэтому... А что значит, что у него не получилось? Не получилось, что он пытается исправить свои качества скорее, чем даже действия, которые приводят нехорошим действием. Много ест. Неполезно. Не знаю. Плохо себя ведет с людьми. И человек понимает, что плохо, пытается исправить, ничего не выходит. Это то, что я понимаю, что он имеет в виду, что он пытается исправить, ничего не выходит. Иначе, если это действие, то же значит не выходит. Взял шекель, переложил его из одного кармана в другой карман, что же не выходит. Понятно, что... Мне кажется, поэтому здесь имеется в виду, что человек пытается исправить какое-то свое обычное поведение и у него не выходит. И Рам говорит, может быть, причина в том, что... Нужно сейчас обратить внимание на материальные аспекты. Может быть, из-за того, что ты болезненный, у тебя слабое сейчас тело. Нужно заняться сперва этим, а потом и духовная составляющая подтянется, потом тебе будет проще, если ты будешь более здоровый, тебе, может быть, будет проще не срываться так на людей. Это... Поэтому ваши примеры это хорошо, но, насколько я понимаю, по крайней мере, как я понимаю этот отрывок, они к этому отрывку отношения не имеют. немножко имеют в следующем, который мы не учим. Да, скажите, что вы хотели сказать. Да, простите, что прервал. Значит, у меня вопрос был в том, что является ли эта физическая слабость основанием для того, чтобы человек перестал себя воспринимать виновным в своем качестве нехорошем. Вот, скажем, та же сварливость. Человек болезненный и у него ростата не на... Он не оправдывается этим. Нет, нет, нет. Мы сейчас не ищем самооправдания. Я вот такой родился, значит, смотрите, это вопрос, он сложный, он не такой простой. Нет, ну вот, получается, в этом же примере. Я пока ответственный, я пока взрослый и дееспособный человек, я отвечаю за свои действия. Если я не дееспособный туда, заповеди ко мне не относятся, я ничего не должен делать, и как бы я не отвечаю за свои действия, это болезнь. Это... Мы это не разбираем. Когда человек дееспособный, взрослый и так далее, с водительства он отвечает, соответственно, он может исправить то, что может исправить. Да. Это как бы основа. Безусловно. Да, то есть, получается, что в таком случае человек не справился, у него есть для этого основания, например, заболел, и пока он не выздоровеет, он имеет основания радоваться, мы здесь говорили о радости. У человека проблема, он понимает, что проблема с качеством души, он понимает, что у него, если это в основании, он болен, и он может радоваться. Да, да, то есть здесь мы ищем на самом деле не самооправдание, а мы ищем, как исправиться. Окей, спасибо. Мы ищем, как исправиться. Мы не только ищем, мы попытались исправиться, и у нас не получилось. Говорит, обрати внимание на это. Может быть, причина, почему у тебя не получилось, ведь неоправдание, это причина. Может быть, причина, почему у тебя не получилось, за то, что у тебя сейчас слабое тело, тебе нужно заменяться, вместо того, чтобы пытаться еще раз, еще раз, это самое, кушать кактус и плакать, тебе, может быть, просто нужно обойти с другой стороны и заняться гантели тягать вместо того, чтобы еще раз и еще раз пытаться держать себя в руках не кричать на соседей вот, окей, отлично кто-то еще хочет что-то сказать? хорошо, тогда давайте перейдем к 14-му отрывку интересно, успеем научить это немножко немножко касается, мне кажется, того, что вы в один подняли, но чуть-чуть так вот, ну, маш-маш скользя, давайте посмотрим итак значит 14-го гамбы дворим шиевшар ли таке, но там бы махши ким бы массы כמו בן-אדם לחברו מכל מקום אין лишай� את הגודל שיש בכל הרהור של תשוע אפילו כשהוא בא מצד עירה פשוטה עירת העונש מפני שכל מידה קטנה שבקטנות גורמת תשע תשע ולא פשע תשע י hahaha תשע 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 описать величие, которое есть в любой даже мимолетной мысли по поводу чего. Даже если она приходит из-за простого страха, страха наказания из-за того, что любое, даже самое маленькое качество, которое является из-за которого в душе и в мире просыпаются святые и великие качества, и свет святости от света Лика Всевышнего появляется во всем величии, любви и прелести Бога с помощью любой мысли, которая склоняется в сторону добра, даже если она сильно загрязнена, ее внутреннее величие, ее внутренняя красота, основная святость, которая есть в ней, это стоит всего богатства. И никакие сокровища не сравняются с ней. До того, как мы прочитаем это еще раз, я пытаюсь объяснить, что рискал. Итак, даже вещи, которые нельзя исправить мыслью, а только действием. Итак, у нас есть два отряда прегрешений. Одно из них исправляется только мыслью, второе – мыслью и действием. Какое исправляется только мыслью? Это прегрешение перед Богом. Я, ну не знаю, съел некошерное, не одел тфилин. Не знаю, может быть, подумал, что… Сделал какое-то прегрешение перед Богом. Заповедь между человеком и Богом. Как я это исправляю? Не нужно никакого действия для этого сделать. Нужно подумать. Я был неправ. Больше такого делать не буду. Это нехорошо, что я делал. Давайте подумаем, как обустроить свой быт, чтобы дальше такого не повторялось и так далее. Но, в общем-то, никакого действия конкретного сделать не нужно. Достаточно все, начинаете, заканчивается мыслью. Чува – только мысль. Есть другой отряд прегрешений, когда недостаточно мысли, и нужно действие. Понятно, что действие тоже недостаточно, и нужна мысль. Нужно понять, что нужно раскаяться, нужно понять, что сделано было действие неверное, нужно возместить убыток и так далее. Значит, нужно сделать… Нужна мысль, и нужно действие. Нужно поймать человека, заходоваться, извиниться, помириться, ублажить его. Соответственно, когда мы говорим уже про людей, про прегрешения между людьми, недостаточно мысли. Хорошо. Я раскаиваюсь и так далее. А имеют ли эти мысли хоть какой-то смысл, хоть какой-то вес? Или это так, просто так? Я напоминаю, конечно, у нас была целая глава про мысли от Шуве. И мы там подчеркивали много раз, что мы говорим там про мысли от Шуве, которые в конце концов не приведут в Шуве. Потому что если не приведут, то понятно, что это очень классно. Даже если не приведут, Раф нам объяснялось, что это тоже хорошо. И здесь тоже не просто так мы начали говорить про мысли, а именно в контексте, когда я знаю, что Шуву я таким образом не сделаю. Потому что Шува – это список вещей, которые нужно сделать. И когда у нас прегрешение между людьми, то часть этого списка – это нужно человека успокоить с ним, помириться и так далее. Его обиду развеять и так далее и тому подобное. То есть нужно извиниться. Нужно сделать какое-то действие с конкретным человеком. Раф говорит – хорошо. Действие пока не сделано. Но у нас есть только мысли. Чего суть эта мысль? Раф объясняет. Мыслей стоит очень много. Даже когда бездействия у нас нет Шувы, даже в тех вещах, которые невозможно исправить только мыслью, мысли не достаточно нужны еще действия, даже там, несмотря на то, что, как это, проходной балл мы не получили, экзаменом не зачтен. Ви окончательного у нас нет, тем не менее, даже только эта мысль, это очень здорово, настолько здорово, что все сокровища мира ее не стоят. Здесь, конечно, я добавляю то, к чему мы возвращаемся много раз и будем возвращаться еще больше. Наш основной враг – это не грех, это отчаяние. И отчаяние – это злое начало. Нам говорит, но если ты не можешь исправить полностью то, что ты наделал, то нечего и дергаться. Половина не стоит ничего, а тем более полпроцента или десять процентов. И не нужно. Рам говорит, нет, нет, нет. Ты не можешь сделать девяносто процентов, сделай восемьдесят. Очень хорошо. Понятно, что же делать в шесток. Но если пока ты можешь сделать три, сделай три. И ты будешь большим молодцом. Любой полпроцента в продвижении, в исправлении – это здорово. Это очень хорошо. Не просто хорошо, это очень здорово. Только здорово, что нужно радоваться и прислать. И это как бы основание, основа нашего отрывка – это очень-очень важно. Даже если мысль о добре, она примитивная. Если я хочу исправить то, что я навредил, не потому что я понимаю, что это плохо, а потому что я боюсь, что задница отшлёт. Что я просто боюсь наказания. В тюрьме не хочу сидеть. Понятно, что это не лучший вариант. Лучше понять, что то, что ты сделал, это плохо. И так исправлю. Но неважно, почему и как. То есть важно, но тем не менее. Даже если мысль о добре, она только склоняется к добре. И даже если она примитивная и низкая. Эта мысль о добром, о хорошем, о хорошем, о хорошем, ее освещает свет отлика Всевышнего. Давайте будем радоваться и будем понимать и знать, что никакие богатства мира не стоят этой примитивной мысли даже от страха наказания, а не от трепета перед Богом и так далее. Это двигает нас в правильную сторону отлично. Можем себя поклопать по плечу и сказать, молодец. Итак, давайте прочитаем это еще раз. Это очень пять важных. Еще раз давайте прочитаем. Также деяния, которые неважно исправить мыслью, а только действием, как, например, прегрешение между людьми, в любом случае невозможно описать величие, которое есть в любой мимолетной мысли от шуви. Даже когда она приходит со стороны простой примитивного страха. Страха от наказания из-за того, что даже самое маленькое из мельчайших качества, из-за которого у нас в душе просыпается и в мире просыпаются святые качества, и свет святости от лика Всевышнего, он появляется в каждом отблеске любви Всевышнего, которая из-за любой мысли, которая даже только склоняется к добру, даже если есть в ней многие недостатки, эта мысль, она примитивна и грязна. Ее внутреннее величие, а основная святость, которая есть внутри нее, она стоит всего богатства, и никакое сокровище мира не сравняется с ней. Вот такой вот интересный отрывок. И я опять хочу послушать, что вы хотите сказать по этому поводу. Я не знаю, как другие участники, но меня после этого отрывка прямо обуревает негодованием, потому что сразу же вспоминаются какие-то вещи, как индульгенция, как на низком уровне покаяния, даже если под страхом, человек что-то там делает, не доделывает. Знаете, это как будто бы как зацикленность некая на том, что да, ты можешь грешить, ты можешь это не исправить, но сама даже мысль о бесправлении тебя возрушает и все такое подобное. Вы себя отключили опять. Простите, это не умышленно. Поэтому я считаю, что человек, который для себя не ставит вот эту верхнюю планку для достижения, а ставит какую-нибудь среднюю или низкую, занижает для себя этот уровень, уровень того, чего нужно было бы достичь. Это все равно, как, знаете, двоечник, который в школу ходит и вроде бы ходит, и вроде бы и не учится. Знаете, вот такое впечатление у меня от этого отрывка. Значит, отлично. Отлично. Большое спасибо вам за ваше дополнение. Смотрите, у нас есть две болезни у человека. Одно, что он себя может, что он может себя, как вы сказали сейчас абсолютно верно, он может себя спрашивать так это, прощать себе, да, слишком с легкостью. У нас есть противоположная болезнь, которая может быть хуже. Когда человек от себя отчаивается. Не в моих силах я не могу это исправить. Вот я такой. И насколько я чувствую, это для Рава гораздо более сильная проблема. Отчаяние, как я сказал. И это раз. Два. Обратите внимание, у нас в отрывке, и ни в одном из тех, что мы учили, нет никакой индульгенции. Мы не говорим о том, ни в коем случае, что то, что нельзя исправить только мыслью, соответственно, это не нужно исправлять действие. Нужно. Нужно. То есть мы не прощаем человеку ничего. Человек, который сделал 3%, мы ему не говорим, что теперь ты свободен, можешь идти, 97% это не для тебя. Нет, 97% осталось. Это с тебя никто не снимает. Но 3%, которые ты сделал, это что-то, из-за чего нужно и можно радоваться. И это нас именно встречает, вот именно в отчаянии. Потому что человек говорит, окей, 100% я сделать не могу. Тогда 3% я тоже не буду делать. А зачем? В какой смысле? Мы говорим, сделай ты. Ты начнешь идти по хорошей дороге. И когда ты сделаешь эти 3%, ты уже будешь, может быть, другим человеком. А вдруг тебе понравится? А вдруг это кажется, что не так сложно, и сделая 3%, ты поймешь, то можно делать еще полтора, а потом еще пять. Итого 3% плюс полтора, плюс пять, получилось 15%. И даже если мы не дошли до конца, то, что мы прошли, это имеет смысл. Это важно. Тоже хочешь сказать раз. Но никто не прощает, никто не говорит, а теперь то, что осталось, не нужно. Я же сказал, вине сделано. Это не засчитано, как то, что сделал, что муж это исправил. Вине исправил. Да. А теперь, как к себе относиться? Есть два варианта. Ничего не стоишь. Тряпка. Даже такую простую вещь не можешь сделать. Или, я, конечно, не сделаю еще все, но я сделал 15%. Молодец. Понятно, что нужно делать дальше. Это не индульгенция, ни в коем случае. Нет такого. Но, вот наоборот, из-за чего проистекает эта индульгенция? Из-за понимания того, что я исправить не могу. И это сидит, потому что, более того, есть серьезные вещи, которые я действительно не могу исправить. Не дай бог. Не знаю. Разбил кружку. Даже если ее склеил, она не будет, как новая. Я сказал, не дай бог, да, не знаю о том. Ни про кого не будет сказано. Неосторожно ехал на машине, задавил человека случайно. Я сейчас буду раскаиваться до до конца своих дней. Я не верну человека к жизни. У нас есть вещи, которые я действительно не могу исправить. Я человека обидел, человек умер. Как я перед ним извинюсь? А есть, теперь, встречаясь или понимая, что принципиально есть вещи, которые я не могу исправить, я говорю, окей, тогда вся от шива ничего не стоит. Потому что шива говорит о том, что все можно исправить. А я верю, что нельзя. Отчаянный, что все чужие пошли дальше. А человек, который отчаялся, это источник всего зла, который есть. Отчаянный человек, который отчаялся, что он может быть добрый, и что отчаялся исправить себя весь мир. Вот этот человек для злого правителя это самый лучший инструмент. Мне не нужно злодей. Но человек, который на себя махнул рукой отчаялся, вот он сделает все. А все так делают, уже не важно чувствовать. Нам очень важно поддержать любое продвижение вперед. Одновременно с этим, как вы верно заметили, мы не бросаем никогда эту верхнюю планку. Планка, она никуда надевается. Это нужно сделать, у нас нет верхней планки. Люди в конце концов они могут и будут быть выше, ангелы. Нет проблем с этим. И более того, что там ангелы? Мы хотим приближаться к Богу бесконечно. Я вам напомню. Что у нас написано в книге Берешит, в книге Бытья, да? Что сказал змей женщин? Вот ты съешь от этого плода и ты будешь как Бог. понимает добро и зло. Теперь нельзя соблазнить человека тем, что не имеет к нему отношения. Соответственно, желание быть как Бог, оно возможно реализовать, по крайней мере, как-то частично. Это то, к чему мы идем, то, чего мы хотим. То есть верхней планки у нас хватает одновременно с этим у нас есть много терпения и мы работаем с нижней планкой тоже, потому что не начав подниматься на пол миллиметра, мы тогда есть вариант, что мы не поднимемся вообще никому. И тогда то, что здесь высокая планка никому не поможет. Повторю еще раз, да, главный наш враг это не грех, это отчаяние. Когда мы на себя махаем рукой, вот тогда все. А когда мы понимаем, что любое доброе дело, мысль и так далее, это очень важно, тогда мы можем продвигаться дальше. И как бы я скажу просто так, у нас была целая глава про это. Здесь мы сейчас упомянули может быть немножко походя. Но я хорошо очень понимаю ваше негодование. и я с ним очень как это миздэ, я очень хорошо, мне это близко очень. Кто-то, если хочешь еще сказать завершающее слово, я буду рад. А, и у меня грустное сообщение. Следующий был урок, который должен быть через две недели, я его, к сожалению, отменяю, у меня там не назначили, у меня не было варианта другого, мне назначили там другой урок, подготовку на Песах, и, к сожалению, следующий урок будет только теперь не через две недели, а через месяц, и я извиняюсь. Вот, если кто-то хочет сказать пару заключительных слов, я буду очень рад. Натан, шалом. Добрый вечер. Такую вещь, особенно последние несколько предложений очень напомнили мне одну историю про Рава Кука, я забыл контекст, в котором он это говорил, но он сказал, что я добрался до того уровня, на котором я сейчас нахожусь, не потому, что я смотрел вверх, сколько мне еще подниматься, и вниз, сколько я уже прошел, а я смотрел на одну ступеньку вперед. Ой, как здорово, отлично, я не знаю, кто-то этого рассказан, но он очень действительно, он очень нам помогает именно то, да. Да, и вот этот момент, как раз, что в шуве тоже смотришь, на одну ступеньку вперед, потом еще на одну ступеньку, не туда, а куда-то далеко, где там вот эта вот верхняя планка, и если уже насколько-то поднялся не туда вниз, где это нижняя планка, а только плюс еще полтора процента, плюс три. А у меня еще такая мысль появилась, вы знаете, человек, который все никак не может отважиться исправить свой грех, особенно в отношении меня, который совершен, и я понимаю, что человек в отношении меня не исправился, и я-то не знаю его внутренних побуждений, но я вижу его внешнюю радость, когда он не унывает, а радуется, потому что ему запрещено как бы унывать в этой ситуации, это же как будто бы, знаете, как будто бы обидчик радуется, а обиженный еще больше угнетен. Такая история, и, конечно, текст, который вы упомянули о том, что когда человек съест плод и будет как Бог, знающий добро и зло, потом же в принципе так и случилось, человек узнал таки добро и зло, как Бог. Это, конечно, вопрос, что они знали до того, и что они узнали. Но суть заключается в том, что если человек на самом деле понял, что его поступок был неправильным, и он искренне в этом раскаивается, сожалеет, он должен по идее сделать все, чтобы его исправить. Потому что если он сделал только полшага к тому, мне кажется, он не раскаялся, он не постиг того, что сделал неправильно. Вот такой мой... Я понял, хорошо. Я с вами спорить не буду. Хотя спасибо идее о том, что лучше уж человек пусть останется на том уровне, на котором был, чем спуститься, чем как бы превратиться в разбойника. но эта идея, конечно, заслуживает внимания. Но для человека, который поднимается... Нет, идея у нас была другая. Идея была о том, что ты не можешь перепрыгнуть тот забор, который стоит перед тобой. Ты можешь подняться на 3 миллиметра, это хорошо. Продвижение вперед на полмиллиметра, и это даже мысль о том, что чувак есть у нее этапы. Не поняв, что я согрешил, я не могу раскаяться. Все хорошо, все в порядке, он сам виноват, не знает, что произошло, я вообще ни при чем. Поняв, что я сделал что-то не то, я еще не решил исправить, я не решил извиняться, вообще ничего решил. Это, безусловно, бесконечно большой шаг вперед. Конечно, сперва осознать, что это не то, потом нужно расстроиться из-за этого, раскаяться, потом нужно пойти исправлять. Это все маленькие шаги, каждый из которых продвигает меня вперед. Значит, ну, это самое, в заключение, что я хотел сказать, значит, спорить я с вами не буду, но это самое, насколько я понимаю, вы спорите с Равом Куком. Вам можно. С Равом Куком много кто спорил, как бы даже в ортодоксальном еврейском мире Рав Кук есть много кто, его не принимают вообще. Легитимно спорить с Равом. Насколько я понимаю, то, что мы учим, это именно не то, что вы говорите. Это нормально. Натан, я секундочку вот хочу сказать, что не просто так Рав Кук в этом коротеньком отрывке так много говорит о божественном. Там очень много вот этих красивых слов о божественном, о сиянии божественном. Дело в том, что когда начинаешь этот путь, ты никуда не денешься, чудо произойдет. Я думаю, здесь Рав об этом. И не просто так здесь эти слова. Дело в том, что если ты начал, то именно вот этот свет, он даст тебе доказать, что ты на пути продвижения. Он даст тебе это исправить. И вот на этом, наверное, лучше всего закончить. Отлично. Большое спасибо. Смотрите, это не написано здесь. Это написано в другом месте, которое мы, безусловно, изучали. Мне кажется, здесь Рав говорит, даже если этого не произойдет, и ты не сможешь завершить, пол шага, который ты сделал, это очень много. Но большое спасибо, Виктория, за ваше дополнение тоже. Добрый вечер. С наступающим Песохом всех. И до следующей встречи. Большое всем спасибо. До свидания. Продолжение следует...